Острого дня, господа ножеваны! С вами снова Алексей Пономарёв и ножевая колонка Knife News в гостях. Сегодня запишем коротенький юморной ролик про изготовление царапа. Да, действительно, царап мы уже делали, и был он белый, а сегодня мы будем делать царап на коленке. Если вы считаете, что вот такой царап это дорого и это не по карману, то мы берём вот такую вот обычную мехпилу и сегодня делаем из неё царапа. Да, реально, он будет значительно уже, он будет, если уже, он будет всё-таки длиннее, он будет совершенно другой рукояткой, но он будет бюджетный, забавный, стебовый и из того самого быстрореза, который славится своим шикарным быстрым резом. Смотрим, друзья! Так, ну что-то вроде вот такого, значит, будем делать. Народного длинного. Сначала думали так, потом длиннее, 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 потом думали, что нам, пацанам, вот так вот сделаем, вот такой вот большой, длинный, хороший предмет. Сейчас мы это всё сделаем, порисуем на мехпиле, отверстие специально оставим. И получится отличный бюджетный вариант. Крутой олдскул советской стали. Просто ужасно. Хотели пилу оставить, но... Потом решили, что на обухе пила не прокатит. На тот случай, если кто не понял, я нахожусь сейчас в мастерской ВКЛ посреди всей Москвы и снимаю изготовление шуточного царапа из мехпилы именно в их мастерской. Пока мы готовимся вырезать заготовку, покажу вам, какие вкусности висят у них на стене. Вот, друзья мои, череда тех самых Орликинов, которых вы ждёте. И вот тот самый большой, красивый и ужасный, который, видимо, ждёт тоже своего часа, для того, чтобы оказаться либо редким кастомником, либо нередким серийником. До сих пор никому не понятно, чем это всё закончится. Вот, кто видит ВКЛов, Орликинов и ВКЛов, здесь энное количество, всё вкусное, всё хочу сам. Вот эти самые шикошки выглядят пока вот таким вот образом. Их с каждым днём всё меньше и меньше. Думайте и торопитесь. Перековывали их из дверных петель. Были дверные петли, стали ножи... В новом же раскопке сделали дверные петли, мы их перековали, и делаем из них ножки. Ну вот такая вот милая штука у нас отрезалась, всё у нас размечено, и сейчас будем на гриндере колбасе саму форму. Пылесос ты будешь включать? Не, нам, татарам, что пылесос. Собственно, и всё, пацаны. На самом деле, львиная доля работы завершена. Казалось бы, 5 минут. Ну и советская магия в действии. Отличный ножик. Вот на белом фоне он ложится шикарно. Берётся любым хватом. Вот таким даже можно взять, чтобы не пугать человека. Можно взять даже вот так вот. Всё равно. Универсальная форма, шикарный материал, и великолепная работа. Сейчас мы будем формировать спуск. Делать спуск, формируется спуск. Вот. Наверное, одностороннее вот с этой стороны, потому что шикарная её толщина. Двухстороннее вряд ли покатит. Одностороннее, это модно, это стильно, это резучно. Потом он взлет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...